Итак, друзья, второй тайм начался. Слева находятся ворота гостей города Лепеля. Справа находятся ворота футбольного клуба Лепеля. Надеемся, что во втором тайме все будет поинтереснее, потому что команды во время перерыва могли проанализировать свою игру, получить какие-то рекомендации от тренеров. Итак, ну что ж, очередной, более-менее острый, но удачно завершившийся момент на половине футбольного клуба Лепеля был. Команды на поле вернились в прежних составах. Постараемся в этом тайме показать повторы интересных моментов. Итак, великолепный удар в сторону штрафной площадки. Выход, удар и гол очередной ворота футбольного клуба Лепеля. Напоминаем, при том, что это легионеры, счет мог быть больше, но тем не менее. Давайте посмотрим повторы этого момента. Итак, вперед мяча на левый фланг, удар в сторону штрафной площади. Великолепно прикрыл легионер мяч с отбой. Зашел в шерстную площадку, удар, и мяч оказался в сетке. Ну что ж, в Лепеле надо готовить ответное послание гостям. Такого быть не может, чтобы наши ребята ничего не сделали. Ну что ж, еще раз напомню, что против футболистов города Лепеля играют бывшие легионеры Республики Беларусь. Итак, очередной левый фланг, удар. И, к счастью, легионер не дотянулся до мяча. Ребятам надо что-то срочно делать. Итак, внимание, удар. Пропустил мяч. Удар. Штанга спасает футбольный клуб Лепель. Еще один удар. Мяч попадает в футболисты Лепеля. И, ребята, мяч будет. Итак, давайте посмотрим повторы еще раз. Удар. Не дотянулся ли легионер до мяча. Вот тут вот вовремя оказался на месте. Очередной. Был удар штанга. Повторный удар. Мяч попадает в игрока. И ребята выводят его из шестерпной площадки. Ну что ж, в данном случае Штангу можно поблагодарить. Да и игрока, который вовремя подставил ногу. Потому что мяч летел низом. И именно такое действие игрока позволило поднять мяч до уровня штанги. Буду надеяться, что это все разозлит игроков футбольного клуба Лепель. И мы видим, что игра перешла на половину гостей. Итак, удар не состоялся. Хотя бить было бесполезно. Было очень много игроков. Еще один навес в шестерпную площадку. Тут хозяева оказались на месте. Просите. Футбольный клуб Лепель не дал гостям возможность развить атаку. И пока игра идет на половину гостей. Очередная ошибка гостей. Выход. Да. Это уже голевая ситуация. Давайте посмотрим повтор. Вот ошибка гостей. Наш игрок великолепный выходит. Но если бы чуть меньше отпустил мяч, можно было говорить уже и о первом голе футбольного клуба Лепель. Еще одна ошибка гостей. Великолепный навес. И не дотянулся. Дима не дотянулся на мяча. Давайте посмотрим повтор. Как мы видим, гости начинают совершать ошибки. И это хорошо для нашей команды. Вот он. Великолепный выход по правому флангу. Навес. И сидя на пятой точке, осталось только жалеть о том, что подача не была реализована. Ну, если гости будут совершать такие ошибки, то это будет просто здорово. Как мы видим, в втором тайме гости все по левому флангу пытаются выйти. Очередной такой момент. И воротарь оказался на месте. Давайте посмотрим повтор. И вот тут наш игрок вовремя попытался блокировать пас, что позволило болтарю оказаться мяча чуть раньше. Ну, что ж, как мы видим, нашему галкиперу нужно оказать помощь. Надеемся, что команды вернутся к игре в прежних составах. Продолжение следует...